не понял все понял так ребят привет всем понемножечку начинаем все понял Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok да там очень неплохо это неплохой экспрессик можно запилить сушь поехали а Субтитры сделал DimaTorzok Так, кстати, Twitch пошел, надо проверить там Twitch Да, Twitch идет, все нормально, ребята Добавляем субтитры Игорь Негода 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 Сейчас, ребят. Ну что, поехали. Таких 500к. С 20-го числа до 30-го нужно примерно 200 тысяч, короче, гонатов. Ну, то есть, это слишком много, учитывая, что с 1-го до 20-го столько не было. Поэтому, откуда они возьмутся, естественно, примерно, чтобы занять топ-3. Короче, ребят, вы сейчас увидите этот разгром, который учинил Рипер, просто 9 проб... Ну, там, 7 пробок Рипера, еще дробщик 2 уничтожил. Здесь у нас добавляется 3-я ЦЦ. Трешечка. Это, конечно, Надеюсь, Но, дашь ли, Цеха подстраивается Ну так, если лайф Ой, Джейши, простите, камни пока Всякие выбивают Самое интересное, что он катастрофически Еще не отстает после всех тех провалов Которые у него были Еще можно и нужно Бороться, бодаться Пытаться втащить, в общем Так, тут какие-то марики бегали Более наказано Причем еще две пробки погибло Упроться Это Марик погиб здесь? Да, похоже, Марик погиб Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь либераторы по центру Разложены, ребят Ну, короче У лайва все здесь четко Забрать Ну и пошел выход 157-140 Былайф сидел-сидел себе Когда-то-то надо выходить Танки, либераторы, био Очень много юнитов здесь Надо минки вкопать Чтобы не залетел просто Не залетела призма На халяву Здесь приходят два адепта Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят Контратака со стороны просто не слабая Тут идет Почему-то Почему-то лайф взял все Био убивает Третий Нексус А здесь, между прочим Вон уже Нексус Есть еще один Самое интересное Пробочки уехали Здесь масс просто Дарки Ой, на минке Как Ёма Какой мертвый Этот, блин Джейши Вообще всех дарков Отдал на ровном месте Но при этом всем При этом всем У него хорошие шансы на победу Благодаря вот этому Нексусу просто вдали Здесь пробок Надо просто вернуть Сюда на вторую базу Чтоб они добывать Нормально Начали сейчас Спокойно Хотя нет По-боевому Сейчас разрыв Если пробки не катались Добыча была бы Тогда может шансы и были Но пробки что-то катались Я, кстати, не понимаю Почему они катались Столько времени Вообще Вархун криво слитый Короче, как обычно, блин Все Все как-то не так Сталкеры приходят Домой Где-то сзади Викингов вроде нет Колоссы А не, вот два викинга есть Но колоссы Очень прям долго живут Заходят Прот вперед Да и викинга сбей Ты, е-мое Викинга сбивает Сейчас давайте Лайв еще сольет Короче Лайва 2-2 Правда На самом деле Ну, то есть 2-2 Это хорошо Но здесь-то Нексуса Которого он просто Ни хрена не знает Плюс гиты Там на том направлении есть Надо стараться Свалить Не потеряв колоссов Сейчас Этого не получается Сделать Но если Протс не был бы Тормозом таким Не шел бы на Ксилнаге Просто не видя Ничего Вот так вот Как он сейчас шел Все бы замечательно У него было бы На самом деле Элайв наконец-то Забивает колосс Здесь Дарк нарезает Просто жестко Сколько шансов Было Протсу Такое учение Что тиран Вообще тут Но это на самом деле Просто незнание Об этом не куча Кажется Что тиран Тупит Коргу Но Настолько Мертвый Джейши Что он Не может Реализовать Это никак Бе-бе Что шум Настолько Так что Бе-бе Настолько 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 Больше предупреждать не буду, не надо флудить мне. Субтитры делал DimaTorzok Погнали, ребят. 1-0 Короче, на халяву отдавал колоссов, дарков, просто всех отдавал. Вообще, это жесть была на самом деле полная. Мог выиграть просто изи эту игру. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, я же говорю, старлайн еще. Не было плывеков. Будут в конце месяца они. Здорово, Паш! Задержка, 20 секунд, помните. Насчет топ-докс, не знаю, сегодня посмотрим. У меня там кореш мой друган. Глючиту сломал больницу, лежит, думаю, навестить. Так что, возможно, сегодня после вот этого турнира я отойду ненадолго. Так, не могу почему-то залить последний день констория и вообще запись как-то три выйдет. Буду разбираться, конечно, но там какая-то ошибка может быть. Так, здесь Мазеркор, куда Мазеркор? А, АД подгонит, все нормально. Вот Мазеркором идеально контролить, хотя он вряд ли бы забрал, но можно попытаться было бы забрать. Нужен второй пилон здесь обязательно. Верчаж надо ставить просто тут, ебану. Короче, пилоны отдал, все отдал, но в это время Оракул на мейн залетает, а Оракул тут просто расковыривает рабочих миллионами просто. Очень жесткий удар по экономике тирана надо. Так, Мазеркор потеряла, Оракула потеряла, могли все телепортнуться. Это, кстати, царский вы раскладывал просто для процесса, но 16-27 парабан, но нужно на пыль их было выпиливать, видимо, еще и еще. Не получилось так сделать, Оракул залетает еще раз. Циклон тут рядом стоит, КСМ-ки есть там на второй базе еще. Мога гейнку не найти, ясно запоминайте. КСМ готов! КСМ готов! По оружет я пакен! так дебильный никнейм давно хотел на самом деле забанить признаться честно погнали ребят далее так Плюс еще дети пошли Второй Оракул практически вообще Просто безнадежно был Потерян Это победа была на самом деле Для Протса Он просто затупил очень жестко Мазеркор нужно было просто улететь в один момент А Оракулам первым на пофиг Запиливать рабочих Плюс там несколько штук еще запилить И второго построить И глупо было лететь Конечно на мейн Нужно было на вторую лететь мимо бункера Ну откуда он знал где там циклон стоит Ну очевидно что Если бункер здесь есть Марики скорее всего здесь будут держаться А циклон на мейне То есть можно было попытаться догадаться А здесь блин кулын идет О котором не подозревает пока Лайф Но циклон рядом здесь находится Если что самое интересное Так минус рипер наконец-то Циклон тут рядом Стоит пробку захватил Быстрее надо двигаться сюда Пипец он тормозило Хотя нет здесь не тормозило Здесь сейчас пришла бригада И просто расковырял его на самом деле Ну как и я Продолжение следует... Продолжение следует... Погоди, погоди, имбецил, сейчас тебя выпилят с сайта чуть попозже. Мы пофиксили еще просто эту тему. Судя по тому никнейму, который ты создал, мозг у тебя отсутствует. Но лечится или не лечится в данном случае, это пока неизвестно. Опа, опять, кстати, такой интересный Никсус от Джейши пошел. Ниндзя Никсус. Кстати, смотрю, работает с Илайвом. Я думаю, не только с ним, с другими корейцами тоже такое, вероятно. Но в данном случае уже от безысходности, конечно, просто дело. Здесь ни о каких колоссах речи не идет, ни о чем таком. Поэтому... Так, Марико принимает Джейши и Лайв. Видите, что он рядом находится. Тут уже третий цех. Кстати, не Грейженная перелетает. Пару третий аппарк. Вы желаете подмогу. Ужи. 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 Опять два дарка потерян. Ну это любитель терять дарков Джейши. Но тут не сдержать просто. Здесь не сдержать. Ужи. 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 Джейш и друппы чуть-чуть Ну тут слишком разница по лимиту Очевидная 2.0 Не обижайся сильно Я не обижаюсь Благодаря тебе героическому Удалось вычислить имбецила Одного Я конечно не сомневался Что он и был таковым Но тут так сказать На живца как бы Следствие провели Попадает протас сейчас в ловушку Тиран его просто с двух сторон Сейчас окружает здесь еще Две минки есть Ема Лезут сталкеры наверх Стимпатч сатиран Сзади прилетают либераторы Стимпатч с этой группой Как долго так он соображал Я чуть не понимаю вообще ГГ пишет Можно сразу было в тиски Взять еще внизу На лоуграунде Но может быть думал Лайв что там есть Обсервер с армией Он выблинтнется В каком-нибудь направлении И только как стал уверен Что его нет Он начал сжимать Взять еще внизу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так и лайфстат сейчас будет Короче такая прям битва корейская Намечается хорошая Субтитры сделал DimaTorzok 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 Меняю всех местами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так пост пост Я занят пока был ребят Секундочку Надо Юре отписать Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я думаю, что StarLine не пропал из турниров Просто нужно зайти во все турниры Туда как бы И смотреть Так как дата у него не проставлена сейчас Окончательно Я думаю, это из-за того, что нету точной даты Когда он кончится Как бы по-другому Я не могу объяснить это, если честно Так, здесь Рибер за пробочкой летит Пытается найти Процесс Затвержится правосудие Затвержится правосудие Пороженные выстоят Продолжение следует... Продолжение следует... Так, здесь прокси Старгейт был, ребят, мне срочно нужно позвонить сейчас, я тут понял один момент, короче. Вот. Что я сейчас и сделаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, всё, я здесь. Поехали, ребят. Ну что, не слабо три оракула, конечно, два оракула нахарасили, но... На самом деле, пока катастрофы не произошло. Отписал Юра, что там просто надо дату было будущую проставить. Ну, собственно, как я и предполагал, не видно было Старлайна из-за будущей даты. Здесь ревелыч накидаются, как бы, и все дела. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что-то пытаются тут тиран предпринять, у него нихрена не выходят особо. Статус бой принимает. Ой, как хорошо подлочил, еще к медивагбе зафокусить в какой-то момент зафокусить не получил. Но статс продолжает нагонять Марики под ревелэйшном эти все И поэтому вижен есть Сейчас сталкеры еще раз подблинкнутся Минус мазеркор будет, но Подблинк стоил несколько сталкеров Потому что на стиме марики пофокусили Очень-очень неплохо, но еще очередной Подблинк со стороны статса идет И больше он ничего не теряет Короче, полностью дропы все ликвидировал При этом все, у него третья база Добывается давным-давно Здесь только золото ставится Но по лимиту пока нет какого-то катастрофического Оставания у Тирана, но у Протса все лучше Протса реально все лучше У него 8 гейтов сейчас начнет добываться Так, золото ставит статсам Я вижу форжу Где она там добавляется? На второй базе, но почему-то форжа одна При такой экономике можно уже и пару было бы добавить Прикольно, что оракулу, кстати, вот это интересный момент такой Ставить статистные ловушки дома на обороне Но в чем их минус? То есть, если, допустим, дроп прямо сюда будет идти Первый марик дропнется и на него сразу она сработает А остальных-то не зафризит, например, как бы Так, уже статс делает свитч в темпистов, я так понимаю Выдвигается вся движуха вперед Так, интересная стенка из барака, кстати, получается Два реактора лава, между прочим, на них делается Нафига ему столько реакторов Элайо, я его не понимаю Хотя он хочет больше мариков в миксе То есть, это не как в ходсе, где Супер масс-мародеры на лейте решали, как Маруру любил А тогда они реально были сильнее, получается, чем сейчас То есть, у них не был дэмэдж на две части разделенные Они жестче решали Сейчас же ДПС мариков, на самом деле Ну, как бы выгоднее смотрится по сравнению с мародерским По арморенным юнитам, тем более ДПС мариков, на самом деле Так, ну, тут хорошо пришел, так, а лайф Лимит у статса снизился Ну, у него темписта есть, как бы С ними ничего не сделать Так, здесь минку пытается статс поймать Что-то в наглую прям подбиву идет сюда Что-то это слишком нагло, по-моему, было Нет, статс Здесь залетает адептами Пытается зайти в мариков Здесь четыре темписта Заходят адепты, они в мариков не попадают Сейчас на фокусе, это просто темписток А лайф ему, блин, статс, я имею ввиду Это будет не очень Статс тут Нексус А лайф статсу Нексус фокусил на золоте Это не приятный момент Как же камни четко завалил Сталкеры проваливаются Просто красавчик И лайф Максимум, вы че, и Грейт отменил из этой ситуации Извлекает просто абсолютный максимум Убил золотой Нексус просто Убил Грейт плюс два Протса, имея сам 2-2, будет воевать с Протсовскими 1-1 По итогу Пару там темпистов укуснуло А темписты больше, кстати, даже и не делаются Что самое интересное А темписты больше, наверное, и не делаются Протсовскими 1-2, будет. Вот... Протсовскими 1-2 Так, ну, кстати говоря Несмотря на провал По грейдам полный Статс вроде бы отбился От всего последующего Хараса Вот Хараса И идет вперед Сейчас преимущество по лимиту Очень серьезное у него По боевому на двадцатку где-то Хорошо сталкерами от минки сейчас повернулся Ну и темписты будут шатать Либераторов, это факт Нужно единственно Отдельно мим контролить Кстати, надо проставить Получается здесь Контрола Статся темписты хоть отдельно Забинжен, нихрена у него все в одном контроле Темписты, как они контролят Хоть темпистов-то в один бинде Либо Статс, причем, ведь он первый Старкрафт играл Меня удивляет, что именно такие бинды Как бы используются Ему надо вручную Темпистов там как-то переключать Хитро Ну вот он, смотрите Либераторы выгибаются Сопринимает Элайв, что Либераторы Это его надежда по ДПСу против наземных На минке опять же пошел Ревелэйшн Сопадает ЦСЭХА Очень методично Планомерно Я бы сказал Статс Здесь двигается вперед Минус турец Но на минке-то куда? По лесу Надо выбить было Так, хорошо Это еще следующая минка Не стрельну 160 на 147 Здесь, между прочим, контр-дроп И, между прочим, нексус ликвидированный Сейчас вот этот будет ликвидирован Так, если Дарк не нарубит А Дарк не нарубит То есть, вся надежда Статсу пробивать в лоб А здесь 3-3 Грейды Био Против 1-1 Статса Ребята, это очень серьезно На самом деле Ой-ой И сталкеров подлинкивает вперед Но здесь как же Дарк нарезает Хорошо, что был скан сейчас у Лайва Дарк был уничтожен Еще один здесь Дарк остается Но Тиран Био-то просто разваливает Смотрите, какая чудо-игра Просто чудо-переворота со стороны Лайва Он здесь стопудово отобьется Мариков очень много остается в миксе Темписты не устоят против 3-3 Мариков Статс пишет ГГ Это просто великолепная игра со стороны Лайва Лайва Только чудо-переворота со стороны Лайва Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, 1-0 Элайв, чудо-чудо вытащенная игра вообще Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok привет пресс голосом все в порядке слишком много стримов просто так ну по экономике устаться все намного прям лучше плюс 5 гейтов пошло 8 гейт прессинг будет с адептами я так понимаю причем самое интересное тиран даже не пытается выйти как бы в третью цельщику сейчас но по лимиту он сейчас парабам отстает серьезно по лимиту пока вровень но как только эти 5 гейтов откроются я более чем уверен лимит прирастать будет у процесс такими темпами что он очень быстро обгонит тирана но есть тиран прямо сейчас будет выход делать пока просто один там вар проведет с эти гейдов или два максимум то разница не будет к он уже три-четыре варпа сделать там все разрыв будет очень жесткий на самом деле так проверю секундочку ребят так 70 процентов загружено 44 минуты осталось прошлые разы почему-то как-то на 70 плюс процентах обрубалась загрузка его 4 дня он story может там файл какой-то биты я не знаю и не могу я проиграть его в принципе ни в каком плеере нормально что самое интересное блин почему вообще без понятия и 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 тут что-то налома делает по всем направлениям Найлайва. Харасит везде минеральные линии. 19 Сэмок уничтожил, но статс-то 14 адептов потерял и по потерям сейчас вровень, по крайней мере, ну, по крайней мере, по цифрам, по минералам, по газу, получается. Или имеет общий тоже, даже чуть больше у Лайва в какие-то моменты боевого, на 20-ку больше, но стоять на месте тоже опасно. Хотя с другой стороны, если он КСМ-ки будет восстанавливать спокойно, то может быть все окей, но стационарной обороны туретчик по периметру недостаточно, туретка там только на минералах стоит. Здесь адепты заново заходят, и сейчас у тирана будут гигантские проблемы. Просто, смотрите, какая хрень происходит. То есть минка минус, ну, минка, кстати, спасла тут КСМ-ок, одна только погибла по итогу, и с минки не было, ну, адепты эти расшатали бы жестче намного. Так, здесь почему-то... Так, приходит минка, статус, шатает, неплохо, на самом деле. Ну, все, адепты ликвидированы в итоге. Ну, дало возможность Протсу раскачать четвертый ник, 45-71 по рабам уже. Опять же, темпи стаустаться пошли. В этот раз по грейдаму, значит, лучше у Протсу. То есть у него уже есть 1-1, вторая атака делается, у тирана 1-1, а 2-2 не делается. То есть у него нет ни армора, ни второй инженерки. Сейчас Илайб будет выход делать, но выход крайне опасный. Надеюсь, лимит его больше. В первой игре за счет чего Лайв смог вытащить? Он долгое время дрался 2-2 против 1-1 Протса, потому что статус не делал там грейды по какой-то причине, а у Лайва сделаны были. А в конце вообще 3-3 био стало против 1-1 Протса. Конечно же, 3-3 био, а воздух нулевый был. Марики просто на 3-3, темпистов там, которые по ним и так-то неэффективно не разрывают, в хлам вообще просто. Просто в хлам. Для обычных юнитов тоже. Все пошла атака со стороны Лайва. Пока есть Либератор, надо давить. Хорошая сегодня группа, как плей-офф прямо. Ведь еще же есть Гумихо в этой группе. То есть еще будет статус с Гумихо играть, еще и Лайв будет с Гумихо играть. Китайский Джей Шипроц будет сыграть с ними тоже. ПВП будет со статусом с Гумихо ПВТ. Короче, сегодня это получается только вторая пара у нас статус против Лайва. Так, статус идет вперед и статус идет серьезно вперед. Он собирается ставить точку здесь, но можно было минку-то поднять. Фениксами был невнимателен статус. Два адепта на третью базу. Здесь убивать нечего, поэтому это достаточно вполне. В это время остальная армия заходит на мейн к тирану. У статус уже соплай-блок. У Лайва тоже соплай-блок намечается. Дома строится Даркшайн. Ну, не на что. Просто Дарков варпить лимита не будет. Пробок уводит статус. Кстати, здесь есть опанца. Штормовики есть. Шторма-то нету. Ё-моё. Был бы шторм, вообще бы было четко. Все, а нафиг они нужны-то. Они слитые, вообще не понимаю. Шторма нет. Ну, здесь очень прям быстро у тирана мейн будет падать. Почему? Потому что в миксе здесь аж целых 4 иммортла есть. И они просто невероятный дэмэдж по зданиям имеют, как вы знаете. Да и темписты не дадут улететь. Ну, к статусу на муви. Давай походим. Сейчас на муви. Только сказал, что все будет хорошо, а тут на муви статус просто ходит. Штормовики оставлены, что психологическое запугивание какое-то. Что они должны... Опа! Элайв мейн не добила. Добыча-то есть. Это ошибка от Элайва. Сейчас была серьезнейшая ошибка, на самом деле. Так, здесь тоже мейн падает, на самом деле. Приходят либераторы, раскладываются. В наглую как-то они слишком раскладываются, мое мнение. Прямо под армию кроссу. Ну, а что делать еще? Принимает боя элайв. Статус фокусит именно либераторов темпистами. Это важно. Сталкерами помочь. Викинги... О, феникса тоже темпистов зашатали. В итоге ГГ пишет. И лайф, естественно, он не сможет ничего отбить. так, представление. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, пошел инвайт. Ну все, ребят, надеюсь на то, что больше такой хренотни не повторится. Кстати, не знаю вообще, почему такая тема происходит. На самом деле был прикол. Сейчас я смотрю, короче, и я на YouTube заливал Home Story Cup, короче. Запись последнего дня получается. Вот. И на 74% эта запись всегда обрывалась, заливка ее. И она обрывается и в плеере, если играть. То есть она какая-то битра получилась последнего дня. Вот эта запись. Вот, то есть по ходу дела... И опять, как бы вот, когда начало все это зависать в Старкрафте, было 74%, что самое интересное. То есть, может быть, это как-то связано вот с этим даже моментом. Хотя я не знаю, как это может быть связано. Вот. Ну, будем надеяться, что больше не повторится такая охренотень. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, посмотрим, ребят, посмотрим, короче. Блин, ну вообще, меня, честно, вот это не очень нравится, что он так прям в игре виснет. Как бы, можно будет переустановить. Но в любом случае, сейчас патчи, как бы, сегодня ночью, по идее, выйдет новый патч. Я так понимаю, вижу, кто фризит что-то. Ну, вот, у меня 300 пинг. Пинг вообще для Кореи нормальный, абсолютно даже лучше, чем обычно. Обычно 350 примерно, а здесь 311. Ну, вот. Ну, что, это PvP, Джейши против статса, кстати, если убрать. Это все, ау, отлично, так без всяких там этих иероглифов будет отлично просто. И что устаться тут вообще? The Galaxy, что за The Galaxy, не знаю. Ну, Джейши есть что-нибудь. Джейши вообще ничего нету. Все, отлично, как через игры. Еще будет у нас 2 ТВП крутых. Вот. Каких несколько секунд вырежу, где, во-первых, у меня нет видеоредактора. Во-вторых, я не знаю, какие секунды там надо вырезать. В-третьих, там, может быть, там, ну, на половине где-то вообще обрубается все это дело. Может быть, там вообще половина побитая, короче, не знаю. Хотя, хотя, надо проверять просто, как бы. Вообще, на записи, когда я опускал с FVP ее на 5 часов, то есть, ровно на половине записи, как бы, почему-то стопилось все. Не знаю почему. Вот. Но это печально будет, если будет хомстори не залить, как бы, решающий день, честно говоря. Ну, походу, что-то там, ну, что-то там кривовато, я честно вам скажу, ребят. Давайте, смотри, что-то адепты приперлись. 2 адепта минус уже и 6, от с одного слил. Ну, выгодно, то бишь, разменялся, собственно говоря. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, что ж, туб статсу выходить. Обязательно, Джейши надо выигрывать. Желательно 2-0. Слил он 1-2 Алаеву. А впереди еще Гумихо не менее слабый, чем Алаев Тирана. Я бы сказал, даже более сильный на данный момент. Хотя Гумихо мы уже некоторое время не видели, потому что на хомсториках его не было. Но вот он постоянно играет эти турниры все. Вот. Хорошо. Хорошо. Ролик через Google Digs. Я посмотрю. Да лови, на, кидаю тебе 17 гигов. Смотреть, чтобы это не убило весом только. Короче, ребят, продолжаем смотреть. Потом я попробую еще раз залить просто это видео. Попробую промотать и посмотреть, работает ли оно после 5-6 часов записи. Ну, что-то, ну, вот, несколько записей последних поломались. Как бы, не знаю почему. Хотя стрим-шоу нормально, идеально. Как бы, ничего нигде не косячило. Почему так произошло, я без понятия вообще. И места хватало там, свободно было, как бы, на диске, и все нормально было. Так, у Джейши, блин, есть. А у Стаса, и у Стаса есть, блин. У Стаса есть и Мортал СН-3, и Стас делает дестабилизаторов, и делает адептом Глефа. Здесь тоже Мортал СН-3 есть, тоже делаются Глефы, но здесь нет выходов дестабилизаторов. В общем, проблема. А без дестабилизаторов сейчас в ЛУПе тяжело воевать, на самом деле. Пришел Джейши, подрезал статус сталкеров, сталкера потерял два. Ну, молодец, что тут говорить. Бизнесмен просто, блин. Так, посмотрим завтра, что там с патчем. В ближайшие дни определиться, когда дата будет Старлайна у нас с финалов. Получается, у нас сегодня пройдет вот эта группа лайфинга, а с завтрашнего дня мы уже в новом патче будем, получается, там, не завтрашнего, а плей-офф, получается, уже в новом патче будем смотреть. Ну что ж, это очень интересно, конечно, все. Хотя, может, они в старом сделают, я не знаю. Это бред тоже, как бы, делать в старом. 17 гигов в Google Диск. Сколько там вообще залить-то можно и АХЗ? Если честно. Так. Какая прям бомбардировка здесь пошла, и никто ничего почти не убил. Стас там с энтрю подрезал. Завеши, понервничал. Ну нахрен ты три-то сразу стреляешь? Стрельни-то одну-две, одну оставь. Может быть, что-то подрезал бы. Пытается Стас найти уязвимое направление, что-то пока не найти. Так, здесь минус Феникс. Устаться плюс три. Джейши что-то с плюс три. Не спешите, кстати, с грейдом. Странно очень. В итоге Стас уже на 25 секунд его опережает. Бродакшн. Заходит Джейши. Хорошо подлавливает, кстати говоря, Стаса. Вот это может чревато быть для Стасона. Так, залп пошел от дестабилизатора. Ревелэйшн будет. Пока не наблюдаю ревелэйшн. Ничего не наблюдаю. Здесь ревелэйшн по дестабилизаторам есть. Так, дестабилизатор. Одно у Стаса. У Джейши минус ну. Ну Стас бомбит так, что Джейши. Ну вот, начинается. Это называется... Не умеешь дестабилизаторов контролить. И не лезь ты так жестко вперед. Вот, хорошо попал Джейши сейчас. Я бы не сказал, что Джейши прям не умеет. Но как-то проблемно он там контролит. А, здесь контр-врыв от Стаса. То есть на мультитаске здесь пытается Стас подловить Джейши. Хорошие два выстрела. Нифига, Джейши, говорю, не умеет. Джейши тут нормально бомбит, я смотрю, прямо-таки. Здесь сталкеров много у Джейши осталось. Но у Стаса есть и Мортл. Да куда ты трех дестабилизаторов мог подрезать? Стреляет в сталкера. Какое... Он, наверное, не заметил Джейши здесь. Ну, Стас потерял роба точно одно. Стас не потерял грейд плюс три, который у Джейши не делается. В принципе. И рабов равное количество. То есть все нормально у Стаса еще здесь более-менее. Да не более-менее, а все даже нормально. Но у него нет дестабилизаторов у Стаса. Это плохо. Здесь только и Мортла на самом деле есть. И все. Дверьши побаивается. Ну-ка плюс три. А вот приходят дестабилизаторы. Это здесь не было. Во врыве в этом. Пробки переводятся на вторую обратно. Так. Там адепты на четвертой базе. Сейчас и на третью адепты пойдут, насколько я вижу. Так. Успел Джейши увернуться. Но если бы он не успел бы, то это сразу бы ГГ было бы. Пробок много не подрезает Джейши. Хорошо, кстати, наваливает с хайграунда Стасу там, я смотрю. Стас уже рабочих больше, чем Джейши имеет. Он восстановил все. У него есть плюс три. У него делается чаш. Джейши пробочек, кстати, да, восстанавливает тоже часть. Здесь со второй перевод обратно на третью. Идет на четвертую. Надо подстраивать рабочих сейчас. Пред кайтем, пред всем. Ну так, тут какие-то движухи есть. Идут туда-сюда. Стас пошел наверх. На 12. Джейши имеет несколько сталкеров в районе 6 часов Стаса. Стаса здесь иммортал дестабилизатор. Плюс несколько сталкеров. Он доварпливает. Все нормально, короче. У него вот так выходит. Так. Адепту стрельнуло. Он в это время телепортнулся Стасу. Начинается прессинг на 12. Дестабилизатора подрезает раз. Стас. Стас уходит. Сразу 163-126. Здесь в хлам разобрал группу сталкеров, которую Джейши там непонятно куда вел. И Стас спокойно уходит. При этом всем у него 3-1. Сейчас будет 2-0 оппонент. Потому что третья атака дольше делается. Как вы понимаете, прекрасно. Аккуратнее надо быть Стасу. Ревелэйшн. Кидает. Надо развернись. Туда ему. Тык. Разворачивает Стас. Здесь с контр-врывом. Дестабилизаторов. Минусую сталкеров. Конечно, сталкеры с плюс 3 разбирают, сталкеров с плюс 2. Это точно. И здесь Стас добивает. Ну вот, смотрите, на опыте чисто вытаскивает. Без нервов. Вроде бы и проигрывал в какой-то момент Стас. Но сильного слишком урона не получил. А в итоге контр-врывом просто идет вперед. Добивает Стас за Иши. Он пишет ГГ. Отлично. Продолжение следует. Ну что, идем хост. 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 Так, спасибо, Дим. Да, ссылочку положил. Ну что, идем хост. Ну что, идем хост. Так, статс. Ну что, идем хост. Так, ну что, идем хост. Ну что, идем хост. Ну что, идем хост. Ок. Ну, иди. Ну что, идем хост. Продолжение следует... 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 Так, ну что, 1.0 статс, ребят, поехали Все, пока не буду отвлекаться А потом мне будут какие-то цифры заполнить Субтитры сделал DimaTorzok Ну что тут, прокси Старгейт отстаться Рипер летит вперед Адептик скоро появится Пробочка возвращается домой Все, адепт готов Спалит гумиху, что Старгейта нет Ой, что нет пилона второго Не уверен Мазеркор не заказан И он не будет заказан Почему? Потому что ресурсов нету на мазеркор Гумиху летит в центр Он будет проверять, нет ли прокси Нет, он просто становится здесь Просто становится и наблюдает пока что Рипером, что происходит Рипер летит в центр Рипер летит в центр Так, заказан на роба Ну, оракул, в общем-то, ничего не сделал Практически Одного он юнита убил Одного рабочего Здесь летит медилаг Скажет, под адептами оракулами Тут гумиху ничего не сделает Особо Отвлекает рипер Надо было сжечь мариков Так, так они дропались Вот у них ничего не происходит Летает гумиху спокойно Короче Опа, и два циклона с мариками подъезжают Сейчас сюда Адептов многовато, я смотрю Адептов надо Количество сокращать Да, именно циклонами В итоге гумиху теряет Просто два циклона Марики прикрыть не могут Адепты феникса Их просто разваливают Надо захватить Оракула сейчас было бы Подрезал Подрезал гумиху Оракула А что толку? Что толку? Толку нету Вообще никакого Абсолютно От этого всего дела Проверяет гумиху Старгейт нашел Наконец-таки Ну, честно говоря Ситуация у него близка Критической Почему? У него просто Катастрофически Не хватает Технологий У него ни стимпак Не заказан У него нету Инженерки Шептуретки запилить А тут Оракула Летают У него рабочих Меньше Как он минеральную линию Прикрывать собирается Ихз Ну, третью цеху Пытается нагнать А здесь уже третий Нексус добывает То есть это провал Пошел выход Очередной Ну, тут какой-то Я не знаю Нужен ли вообще Этот вот гумиху Сидел бы дома Спокойно Он пытается Что-то здесь предпринять Но сейчас Произойдет что? Сейчас просто Адепты Ворвутся в Мариков А Фениксы Поднимут Два циклона Просто Это будет Для гумиху Сразу же ГГ Я не понимаю Что он делает Зачем-то Так Загрузки Разбуд Что-то гумиху Как Вроде бы Статс был На HomeStory Cup Он реально Только после перелета Они реально Только вот Недавно прилетели Я так понимаю Несколько часов Там Часов 10 Может быть Там по спалункам В Корее Вместе с другими И вот сразу же В бой рвется Гумиху Никуда не летал А какой-то чуд Демонстрирует просто Вот был бы Стим здесь Кстати говоря Может быть Шансы были бы Неплохие Продавить Но Стима-то нету Пошла движуха Циклоны подняты Как я говорил Со всех сторон адепты 2-0 Пишем ГГ Выходим Вот это так Примерно Называется Ну пока Гумиху Конечно ГГ не пишет Рано еще Вроде как писать Но Че он собирается Делать А ну Хотя Цицеха начала Может быть Я и гоню На самом деле Рановато Достим пак щиты 5 бараков Заработает Главное Вот эти 2 Медивака Не отдать Просто без потерь Как-нибудь А Фениксов Нет Не отдаст Не Нормального Гумиху Наоборот Все более-менее Неплохо Я смотрю Это я Прогнал Тут Гумиху Пороню уже Масс адепта Устаться Единственное Он выход Может сделать А если он Придет до Стима Конечно Провал Вот если Гумиху Сейчас Дождется Стимпака И ключевых Грейдов Своих То есть шанс А Стас Приходит Не только До Стима Но и до Появления Щитов Гумиху И у него Еще и плюс Один Есть Это просто Крошилово Это просто Крошилово Галимая Просто сейчас Стас делает Ребят По потерям Катастрофа Самый неудачный Хеминг Для Гумиху Изи 2.0 Просто Стас Как-то Как-то Даже Элайф Гораздо Круче Сыграл Хотя Я считаю Что Прошу 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 Ну что Гумиху Элайф Должна Быть ТВТ Жестенькая И Гумиху Гумиху Джейши ТВ 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 ТАЗ ТВ Читает Оне ТВ ТВ Так, секундочку, ребят. Так, здесь там маме долг принес сосед. Ждем начало, продолжение, точнее, мы ждем. Ждем начало следующей игры. Умихо лайф сейчас будет. Ну что ж, ждем. Привет, другой. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, поехали. Так, старкрафт. Топ золота через пару деньков в мастер. Ну если бы я с нуля начал в топе золота, то на следующий день бы, да, попал бы в мастер сейчас. Но если ты не был ГМЛом раньше, хотя бы ГМЛом, то ты не попадешь за два дня с топа золота в мастер, как бы я думал. Ну, хотя, не буду загадывать, поехали. Так, почему загадывалось про геймингом в свое время? По кочану, ё-моё, что за вопросы, блин. Я тысячу раз об этом говорилось, как бы, ну, все равно постоянно будут спрашивать. Потому что, потому что все рано или поздно останавливаются. Вот и все. И пришла пора и мне это сделать свой, какой-то момент. как Дастарлайн. Я думаю, решится дата, как бы, скоро. Вот. Я думаю, что в конце этого месяца, скорее всего, кстати, если выходные вот свободные будут, может, на выходных на этих, например, короче. Вот, пока хозея даже. Улучшение завершено. Смерть на пороге. АСФ готов. Ну что, КСМ-минус у нас тут. Прилетает Элайв, начинает шатать. Он убил Рипера, убил КСМ-ки уже, но все-таки Гумиху отбился вторым Рипером. Ну, кто демиджи-то больше получил? Ну, тут на КСМ куда больше Лайв убил, но мог бы еще эффективнее он вообще сработать здесь. Ну, Гумиху раньше за Зерга играл, или ты что-то путаешь? Не припоминаю такого. Может, меня кто-то исправит, конечно, что да, так было. Я вот не помню, чтобы Гумиху играл за Зергов. Признаться честно. Так, тренируюсь по 6 часов в день, и мы все ниже, уже 6.50. Проблем нету. Это нормальное, абсолютное явление. Вот, это почему? Потому что бывают дни, когда ты больше выигрываешь, бывают дни, когда ты больше проигрываешь. Вот, ММР, ну, как и рейтинг, раньше он туда-сюда постоянно гуляет, как бы, вот и все. В целом он всегда, уровень всегда в плюсы идет. Главное не на цифры меньше смотреть, а просто трениться в любом случае. Я помню, когда тренился, у меня бывали дни просто, ну, как бы, не знаю, по 3-4 дня, когда просто, ну, не идет игра и все, как бы, какая-то хрень, как бы, у тебя, ты нервничаешь, как бы, но для механики надо трениться все равно, как бы, и продолжал играть. А потом бывает, хоп, и там 2-3 дня прям, короче, бомбишь вообще жестко, почти, ну, не проигрываешь на кураже каком-то. Главное, что, ну, и трениться надо все время для чего? Для того, чтобы на турнирах все было отточено. Ураж на турнире можно, конечно, словить, но если ты стабильно тренишься, навряд ли у тебя какая-то мертвая будет такая тема день. То есть тебе будет казаться, что даже вот в те дни, когда они идут, тебе будет казаться, сейчас на турнире солью, а потом окажется, что и у других людей так же может происходить, а ты будешь стабильно свою тему делать, как бы, и стабильно просто играть. Ну, иногда бывает, и на турнире прям как попрет, очень жестко. Так что просто не палься. Ну, и главное, у всяких, у всяких левых экспертов в чате там ничего не спрашиваю, потому что там, ну, люди как бы даже не, ну, не тренились никогда, но знают больше всех. Другие больше прогрессируют, значит, больше. Есть определенный уровень вверх уровней сейчас, все как бы. Все, что нужно тебе спрогрессировать, это начать тащить турниры, как бы, все. То есть, здесь подтянуть игру немножечко, как бы, то есть. Бывает очень много и, ну, и людей играет на самом хорошем уровне, а тащить не может, как бы. Это, ну, тоже нормально абсолютно. Офигеть, лайк, наприлетал тут, навыбивал вообще жестко, короче, ксм-ок. Вот. А так-то уровень примерно сейчас у всех одинаковый получается. То есть, это нормально прогрессировать может сверхбыстро только тот, кто был на дне, как бы, там, и только начал играть. А кто уже играет давно, такого-то и нет, собственно говоря. Ну, ладно, не будем флудить, ребят. Смотрим, хак Лейпциг команду отправит. Это хорошо, а когда он, кстати, будет по датам? Вот. Какое-то самое высокое место в GML было. Место ничего не значит в GML. Так, пошла атака со стороны Гумихон. Мехом, давайте я по игре просто что-нибудь буду говорить, а то мне самому не нравится. Что-то отвлекает жестко. Идет налом, очень жесткий. Автотурели решает, танки забирает. И позицию Гумихона жесткую занял. Лимита БО больше, учитывая, что мех у него это вообще катастрофа, как бы, для Лайва. Вот. Когда-то у нас было в команде в Роксе, зарплата платилась. Там мы решили сделать систему для мотивации, нестабильную НЗП, а как бы по разным параметрам. По затащенным турнирам разным, как бы, ну вот, по стоимости там были очки. Ну, то есть, там, зоток, там, там, два, например, за более крупные, там, три-четыре, короче. Ну, вот. Ну, и по месту Влада, то есть, как бы, и за топ-15 ГМЛ за месяц, столько было, если ты, там, столько-то времени в топ-15 был, топ-10 и топ-5, короче. Ну, в топ-10 постоянно держался в топ-5. Ну, просто нужно было, как бы, тренец тренился на другом аккаунте, на основном, просто заходил очки рейтинга, отыгрывал фактически. Там все мы, и Фраер, и Титана, и ЛЗ, все там мы в топ-15, как бы, зависали в топ-10. Это ничего, и вообще, как бы, это не показатель, вообще ничего, в принципе, по сути дела. Ну, чтоб там быть, как бы, даже несколько игр отыгрываю, надо трениться жестко на других аккаунтах, там, и т.д. Короче, ребят. Более высокий IQ вообще не при делах, то есть, как мне рассказывал мой корень, с которым я хочу зайти в больницу, он ключи-то сломал, там, бился с кем-то сегодня, зайти, в смысле, там, у знакомого нашего IQ, там, был нереальный на тесте, хотя он просто бухает синюю, все равно это давно было, сейчас уже нет, прям, ну, это по факту, как бы, ну, это ничего не значит, тоже, абсолютно. И дело не в том, что бухает синюю, не бухает, можно, как бы, бухать синюю, а высокий IQ будет, да, как, какое-то время, там, если ты неады, вот, там, уже в запове где-то потом окажешься, вот, и подохнешь в ближайшее время, вот, вопрос в другом, вопрос в том, что можно хоть кое-акью иметь, но не иметь успеха, как бы, в каком-то деле. Короче, ребята, лайф выжил, и лайф контрпуш сейчас пытается провернуть, вот, но ничего они как-то не делают. Так, что нужно забить просто и, как бы, делать. Все, что сейчас нужно в Старкрафте, вот, в Старкрафте, это дойти до такого уровня, когда ты стабильно будешь квалификации проходить, там, на ВЦС и на разные турики, все, как бы. Потом уже дело за малым, то есть, как бы, ты-то уже точно начнешь, там, что-то тащить, как бы, вот, что шансов будет больше. Но если ты будешь туда проходить, как бы, у тебя будет стабильный доход именно с призовой, то команду будет найти просто проще. Проще, ну, команда и так есть, получается. Так, 10 ксм от минус сейчас было, как вы видите. Привет, Максич, привет всем, ребят. Короче, ходят, бродят здесь и лайф. Помните, братуш, поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Подписывайтесь на премиум, поддерживайте по реквизитам и описания, главное, через плеер. В топ-3 уже там стримеров, понятно, что не попасть будет, если там супер денег дофига не влить туда. Но надо все равно биться, напрягать, короче, пассажиров всех этих. И все дела, так что всем за все громадное спасибо, ребят. Буду решать вопрос там с записью хомстори, что-то пока, ну, не могу ее выложить. Нифрена, как-то она криво работает, очень. Признаться честно, не знаю почему. На пяти часах стопается почему-то. Ну что, у лайфа 3-3 делаются грейды, у гумиху 2-2. Если 2-2 доделается на мех, для био даже 3-3, конечно, не будет спасением, потому что здесь мех нулевый вообще. Вот, меху главное, даже две атаки меха против 3-3, это более-менее. Если ты не теряешь позицию, если ты вовремя сидишь, штанки там, как бы, выхода делаешь. То есть, грейды, они для чего важны? То есть, если тиран ошибся, вышел как бы мех тиран в центр города, и ты со всех сторон его нахлопнул просто там в 3-3. Испарится армия, да, как бы, оппонент. Но если вовремя это делать, можно даже с плюс 2 биться. А 2-2 это вообще нормальные против 3-3 грейды будут. Попытка дровчика очередного. Здесь 3 туретки, кстати, есть. Так, хелбат сюда идут. Сейчас хвалят медиваки хелбат. Будет врываться лайф, что ли? Так, что-то танки складывают. Здесь викинги рядом вообще. Очень близко находятся. Так, хелбат сюда идут. Сколько надо вливать? Меня не надо ничего вливать, надо просто поддерживать. Канал может. Ну а сколько? Сколько разница будет к концу месяца там в очках? Я-то, да, как бы, ну, 3... 100 тысяч рублей, это 6 тысяч очков всего. Так что гораздо больше лучше. Тигр 120 активировал премиум на ваш канал. Так, ну тут попытки наломиться с разных сторон. Это лайвы идут. Он пытается, пытается как-то выбить гумифу, но не так-то просто. Оказалось, ну, танки хелбатами подрезал. Мародеры держат, кстати, либератора выстрел. Ну, ему реально больно становится. Просто пик и все. Очень желто. И выход идёт. Давайте посмотрим на юнитов просто. 20 танков, 2 либератора, 3 Тора, 8 викингов, Рэйвент, 11 гиллионов, 10 колбаток, то есть 21 гиллион. И пошёл замес, и Лайф решил, что почему-то он может подраться со стационарно разложенными танками. А, он с двух сторон, кстати, наламывается, но этого всё равно недостаточно. Смотрите, как танки разносят просто в хлам. Очень Торы помогли здесь, конечно, сбоку находясь, но Торы все падают. Но 149 Туи здесь прирост не поможет, и Лайфа почему-то, жгу миху рядом, уже он вперёд идёт просто и всё. Хлбатов бы загрузить, медиваки не помешало бы. Так, ну тут 1-0 гумиху, очевидно. Мехом очень чётко он сыграл, как вы видите. Выходит Лайф вперёд, но тут крошат танки, просто всё хлам, да я даже потери в рублю. 16 на 27, разгром вообще. Жёстко покрошил вообще, беднягу. Сейчас инвайт будет, игра начнётся я. Смотрите, всё хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Выпьем? Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Частенько так бывает DimaTorzok Так, вот Марик прыгает на мэне DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Врывается Гумюху на мейн Два танка, марик и риппер Здесь еще присутствует, кстати говоря Танки собираются засиджить Засиджил танки КСМ убьет юнитами прикрытия То есть мариками и рипперами Здесь танчики приехали отбивать Ну, кстати, неплохие залпы Еще демеджи нанес Будь здоров, на самом деле Гумюху, ребят Ой-ой-ой, циклоны выпилили Все на второй базе, просто катастрофа Для Лаева сейчас просто катастрофа 27-44 по рабочим сейчас ситуация А здесь кто их так стебал-то Я чуть не понял Я пропустил момент, кто Ну, либо это танк с флешем дал Они в стейке были Либо, скорее всего, гелики продемеджили Потому что они погибли Гелики Видите, вот Гумюху один гелик был Значит, это не гелики Рипперы гранатками, возможно, тоже Еще такой демедж ровный Все мы смогли нанести А поскольку здесь А, у всех, у кого продемеджено По 10 Да, да Это значит, либо гранатки Либо танк так жахнул Похоже, что танк То есть 35-ку он просто нанес Мармари у Элаева У Гумюху тоже оба завтыкали Кстати, у обоих 1-1 готовый грейд Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, 2-2 заказал, кстати По итогу 2-2 Гумюху чуть раньше даже заказывает Но практически одновременно они грейды делают Элаев пытается восстановить экономику свою Медленно, но верно восстанавливает Но у Гумюху есть преимущество Определенно Вот эти рабочие тоже Мне, честно говоря, так Немножечко их вид угнетает Потому что какой-нибудь дроп заест Они там падать будут Вообще просто в секунду все Так, здесь будут на медиваке Улетают танки Вот Может быть вылечить их стоило бы медиваками Не знаю, но этой энергии надо достаточно много потратить Чтобы их вылечить всех А медивак Сколько у Лайва? Две штуки Ему, две, все Построил викингов Гумюху у него 7 Лайв понимает, что воздух за оппонентом Поэтому строит Но ему надо 2 И еще 2 строить Чтобы только сравняться Получается То есть он на 2 медиваках будет сидеть А у Гумюху уже 4 Но тут 1 викинга на халяву подловил Смотрю Привет с видом подкаст Привет всем Кто недавно подошел Постябую 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 Хорошо, Уэлайф тут славил двух викингов Гумиху на халяву. Ну, 141-161, то есть Уэлайф восстановил свою экономику полностью. Вот Гумиху четвертый сок устроит. Я, например, не знаю, почему он вообще еще раньше ее не заказывал. Уэлайф заказывает уже третью атаку, сейчас третий армор закажет. И я не понимаю, почему Гумиху не делает то же самое, у него грыды раньше доделались. Вот пошла атака хотя бы третья у Гумиху. Газа-то дофига. То есть не на технику, надо и на технику заказывать, и все надо Гумиху заказывать. Вот, все, и вторая атака пошла. Уэлайф нагоняет грейдам и даже побил, чуть опережать будет. Ну, а на технику еще делать грейды, соответственно. Ну, ага. Так, ну, кстати, шанс подраться-то есть, на самом деле, у Лайва и не слабый сейчас. Плюс два он тоже закал, то есть по грейдам в ближайшее время вообще вровень будут идти. Гумихо пытается зайти к Лайву, Лайв разгружает танки, отгоняет. Гумихо, может, даже чуть ближе было, но боялся-то, может быть, что Гумихо ломанется, сразу бью его вперед. Так, здесь дробчик небольшой на мэне, везде здесь Лайв изи отбивается. 176, 188 по лимиту. Ну, Лайва сейчас доминировала, у него по викингам образовалось. 4 в 7, потому что четырьмя на 7 не наломится. Гумихо вот на халяву, здесь куда марики-то бегут на муве. Блин, ну, все хорошо, да марики куда-то на муве бегут, непонятно куда. Хорошо тут Лайв действует. Подлезал танк на лоу-граунде один викингам, сбил медивак с танком. Короче, уже по лимиту, по боевому вровень абсолютно идут они. Доделывают с гриды у Лайва 3-3. Здесь 3-3 через только 15 секунд будет. Не 15-12 где-то, но это фигня вообще 12 секунд. Что это такое? Чуть постоять и все. Вообще, Гумиху сразу на третью атаку на технику заказывает на танке. Так, ну что, минус марики. Пошли жесткие очень залпы. С темпач с Элайв отгоняет Гумиху. Гумиху просто немерено бьет. Сейчас потерял. Элайв потерял меньше. Так, здесь викинги летят вперед. Куда они летят-то так нагло? Здесь надо вычинить все. Начинается харас. Тут подгоняет, в общем-то, медиваки Гумиху пытаются. Это викинги маленькие, а это ошибка контроля побежали сзади, за викингами отдали. Здесь камни пробивают Элайв. Но Гумиху, он потерь больше несет, но он делает стратегически, даже тактически, как бы, получается, верное действие. Он блочит оппонента здесь. А в целом стратегия, получается, вздерживание, как бы, то есть он держит Элайва, не давая ему раскачаться. Это-то и должно привести к победе. Каким образом там, ну, вот, какие нюансы там тактические, да? Тут здесь танки, там здесь, как на других направлениях обороны. Это уже другой момент. Вот, Элайв вышел, подрезался с очками на голову, типа. Это была ошибка, конечно, но пока ничего не дает. Здесь камни пробивают Элайв, спускаются вниз на лоу-граунд. Вот, импачится, выбивает несколько мариков. Вперед поломился. Да, поломился вперед, смотрите, Элайв. Причем у Гумиху танки-то здесь, в тылу. Вперед он пойти ими не может. И быстро, и быстро в оборону он ими пойти не может отбиваться. Смотрите, хороший налом от Элайва сейчас идет. Танк Гумиху подрезал. На планетарочку налом идет, на ХГ, надо танк забрать. Танк не забирает на ХГ. Вот где ошибка, закралась сейчас. А отходит назад Элайв. Лимита уже больше. Надо 6 часов занимать как-то. Здесь марики нам уведут. По два танка попали, а минус 7 марики. Ё-моё, как танк их раскидал. Потому что сплита не было, ничего не было. Там вот в итоге так танки и жахнули. Но на планетарку зачастую ломиться бывает опасно. Как и сейчас, собственно говоря, получилось. Но Элайв передропывается здесь на ХГ, на третью базу Гумиху. В это время Гумиху пытаются зайти тоже к Лайву на третью. Ему терять третью нельзя, это критический момент. А танки нечем сместить сейчас. Так, секундочку. Перезвоню, перезвоню. Так, здесь третья падает. Короче, пошёл размен, но... У Гумиху вот она добыча есть, как бы. Вот у него прирост есть на мейн. То есть Элайв зайти не может. А у Гумиху добычи не стало в итоге. Не стало вообще. У Элайва, простите, добычи не стало. Вот сейчас здесь СС-ка перелетела. Её помощью можно начать добывать будет. Здесь надо улетать домой обязательно, иначе беда. Гумиху ездит с эти танками. Тут пацаны, только викинги здесь можно было бы принять, если бы викингов одновременно вывезти и дропнуться на всё это дело. Но пока не получается. Так, здесь танчик забирает парочку Элайв. Идёт сюда, разгружается Элайв здесь. Так, Гумиху будет наломоться. Видит Элайв, с какой стороны Гумиху тут подходит и собирается наломоться. Он тут контролит вроде танками, всё нормально. 108-137. Но всё равно экономика лучше. У Гумиху у него золото добывается, у него инкам больше. Тупо. И СС-чик у него больше. Но если такие ошибки, правда, он делать будет, то шансы у Элайва появляются определённые. Но ТЗ в итоге будет. Сканы нужны, потому что викинги контролят пространство воздушное. Нужно выгонять этих викингов как-то. А здесь нету такого же количества. Сканит ещё раз Элайв. Сиджит танки свои. Гумиху пытается обмануть. Смещается в другом направлении. Везде здесь есть танки. Одна ошибка, и можно сразу преимущество всё потерять. Но здесь танков недостаточно, чтобы всю эту шабру держать. Гумиху. О, Лайв. Наламывается. Разгружается. А переигровок-то здесь не может получиться. Кстати, интересно. Получается, Статс проиграл Элайву, выиграл Гумиху и выиграл Джейши. А Элайв проиграл Гумиху. Выиграл Джейши. Ну, короче, тут как бы будет решать всё именно сумма матчей. Но там как-то близко получается, я вам скажу. Надо посчитать. Получается, Элайв у нас на данный момент, у нас он 2-0 и 2-1. У него 4-1. У Статса, так, 2-1 у Статса. У Статса 2-0, 2-0, 4-0. И 1-2 у Статса. С Элайвом у Статса 5-2. А у Гумиху чё? У Гумиху 0-2 слил Статсу. Это плохо. То есть у него сейчас 2-2, у него может стать 4-2. Опа-на. У Элайва 4-2 и у... Так, погодите-ка. У Элайва 4-2 и у Гумиху хоть 4-2 сейчас будет, если он 2-0 в Джейши закатает. Но выйдет Гумиху по личной встрече, вот в чём прикол. У Статса взята одна карта Элайва. Если б Статс 0-2 слил Элайву, у всех бы было по 4-2 и были переигровки. Вот прикол какой получается. Ну, не повезло Элайву чё тут говорить. Потому что я думаю, Гумиху в Джейши 2-0 зашатает. Дерзкие подчёркивания, Салдиер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. У Элайва, похоже, с самого начала была какая-то тактика, и он её придерживался. Спасибо, Дерзкие Салдиер. Конечно, конечно же была. Спасибо всем, ребят, за поддержку большую. Поддержка нужна ваша очень-очень сильно. Так, сейчас я кое-что попытаюсь проверить. Топ-старт, чтоб немножечко стрима показать. Так, запись вчерашняя, я так понимаю. Пошёл Элайв, заходим. Пошёл Элайв. Пошёл Элайв. Продолжение следует... 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 Так, 2-1 грейды. 3-1 грейды. Либераторов 5 или 6. Так, часть био вообще дома. Забегание пошло от гумиху. Либераторов он домой. Так понимаю, возвращает. Но здесь вообще не контролит ничего. Либератора фокусит. И лайф ни минки не вкопал, ни хрена не сделал вообще. В полный размен надо идти. Другого варианта здесь и быть не может. Для того, чтобы шансы какие-то были. ЦС-шки нужно сразу уводить все. Здесь нужно выбивать просто как можно быстрее всех юнитов. Кстати, пробок успел спасти. Несколько штучек у нас. Джейши. Получает. Так, Либераторы на мэ не разложены. Старфорты работают. Надо Старфорты отключать, дружок. И Старфорты не отключить. Че сейчас Либераторы... Эти темписты вылетят. Но Старфорты отключают гумиху. Это хорошо. Теоретически с Либераторами он может драться. ЦС-шки улетели. Он может просто что сделать? Стать. Улететь своей ЦС-хой. Короче, разложить ее. Посадить ее. И обороняться где-то на рампе. Просто с хайграунда. База атакована. Так, была его 4 длипка. Это кому? База атакована. А, ну да. У него 4-3 получается даже. То есть... А! Кстати. У гумиху есть шанс. У гумиху есть возможность даже одну карту сливать. Получается. Ну да. То есть даже если гумиху солью здесь карту. Как бы у него есть шанс их все. Здесь надо мулы выкинуть. ЦС-хой надо улететь. Грейдануть его в орбиталку. В перспективе. ЦС-хой здесь села. И уже никуда не деться. Понял, видимо. Это у нас гумиху. Кстати, у Гротца на двух направлениях. Не кута выжили. Самое интересное. Ну, Гротца... Соблайвлок просто гигантский. В левом верхнем углу вообще не видел ЦС-шку. Нет, точнее, Тиран. Как здесь ЦС-ха летает. Это минус ЦС-шка будет сейчас. Ну, вот, не выкинул. Ни хрена не выкинул. Чё летал, я не понимаю. Понятно, что уже нашли. Всё. Ну, для Тирана шанс, короче, либо в лоб подраться с Фродцем, убить его в лоб. Либо выбить добычу. По экономике у Тирана уже несопоставимая ситуация совершенно с оппонентом всего. Это шанс для Джи Иши. Здесь развитие пошло на двух направлениях причём. Так, заходит Джи... Ой, гумёху наверх. Этот некст вывивает, а там-то более развитые нексты с другом направлении есть в общем прикол. Саплай-блок, да, для Протса опять, конечно, усугубится, но... Серьёзно. Ну, там добыча идёт, как бы, можно пилонов много-много строить. Сейчас просто и всё. Ну, кстати, Джи Иши не понимает, что у Тирана-то изданий, смотрите, у него одна ЦЦ. Одна. Всё. То есть, если её убить, погибнет Тиран. Всё. Он даже не успеет... Не, ну, ДГ можно успеть написать. Очень интересная такая игра складывается. Протса-то тоже пока армии нету ещё. Сталкера, пожалуйста, потерял на ровном месте. Чё бегает тут под... Не бегай под Либераторами, убьёт. Оп, Сталкеры, ЦЦ. Нашли всё. ГГ, Гумиху, короче, ребят. Ну, он берёт на назад. Куда ты идёшь-то, ё-моё, сбей ты её! Он Ф-2 жмёт сейчас просто слишком много. Так, здесь минки есть на центре. Ну, тормозило. Фротс тормозило какой-то. Вот чё он... Ну, он задерживает Тирана, но в это время-то надо искать добычу его, здание его искать. То есть, Джейши не понимает, что ли, что там одно здание летает. Тупо, как бы. Да даже если эта Цэшка не одна, приоритет выбить ЦЦ у ребят. Почему? Потому что когда её выбьешь, и если она последняя, те и другие здания раскроются. Это что, должны все знать элементарные моменты такие. Вот. А если она... не раскроется, значит, она не последняя. Тоже это, блин, логично. Кэп. Спасибо, Кэп. Минки приходят и просто добычу нарушают. Здесь всю. Провал, провал. Ничего не скажет. Опа. Даркшрайн. Хорош, кстати. Протс-то грамотно действует. Кстати, Протс... Всё, я теперь понял его ход мыслей. Он ЦЦ увидел, она не грейжена. ЦЦ-то без сканов получается. И... Интересный момент. Да, то есть Даркшрайн-то зарешает. А нахер сталкер здесь оставлял. Начинал бы тогда... А, понял. Апсиджер прилетел. Отбиваться. Ну всё, сейчас Дарки начнут резать. Здесь два адепта под ЦЦ-ху подходят. Она не грейжена, это ЦЦ-хо, ребят. Всё, Дарком начинать пилить армию надо. И всё. Гумюхо поломил. Сразу же вперёд. Принимает Джейши бой. Дарк пилит. Либераторы выбивают Джейши. 1-0 Джейши. Я удивлён. Молодец, китаец. Развалил Гумюхо сейчас в мясо просто. Хоть там медиваки полетели в ничью, хочет попытаться вытащить здесь. Гумюхо понимает, что нет, не получится этого сделать. Ну что же. Так, мне надо домой позвонить сейчас быстренько. Секундочку. Продолжение следует. 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 КСМ готов. Наши КСМ атакованы. Улучшение завершено. Так, ребят, прошу прощения, отвлекся. Маша болеет, надо лекарство купить будет мне сейчас пойти. Потом кореш, в больницу схожу, навещу и, наверное, к топ-докс вернусь сегодня вечером. Постримим топ-докс. Вот. КСМ готов. КСМ готов. Такая бросают, жирнеют, потому что жрать начинают. Ё-моё, никотин там вообще нет. Может быть, на 1% людей так может повлиять. Это одно из заблуждений для дурачков, которые, ну, типа, если я курить брошу, то толстый стану, ё-моё. А так ты просто неумный, как бы, вот и всё. Что лучше, непонятно, даже если бы так произошло, но так не произойдёт. Короче, ребят, давайте смотреть. Просто же и ши прилетает. Два пилона, пожалуйста, рампу давай крошить сейчас. Давай крошить рампу. Пилон второй-то зачем достро... Ё-моё, чё за тормоза? А, ну хотя здесь циклон, со второго можно будет эпоху и ещё одну убить. Ну и зачем минус адепта делать? Потому что контроля нету. А здесь рипер прилетает и начинает с контр-карас. Лучше я две пробки выбил этот рипер. Мазеркор вообще не отводит. Слыши, это ко всяк, жёсткий. Блин, гуми охуя, иди-то догони его, этот мазеркор. Мазеркор, короче, дал улететь. Я здесь три пробки рипером подрезал тем временем. Мазеркор, да, мазеркор удал уйти на халяву, потому что он не видит, как бы, а можно было даже пофиг на уверчаж один подшаг сделать, и он добил бы, короче. Ну, так, циклон вперёд поехал, сейчас мазеркор на халяву в центре поймает. Так, здесь мазеркор пришли дропом, их нечем убивать протсу, и мазеркор прямо около циклона летит. Привет, говорит циклон ему. Давай гумиху, захвати ты этот мазеркор, что ты дел... Вот, всё, не будь их оверчажей там больше. Минус мазеркор. Марики харасят мейн, сталкеров, что-то очень много уже прилетело. Тут нормально всё, тут уже блинки есть. Нет, блинка нет, но нужно улетать вниз, как бы, медиваком пытаться. Ну, тут, походу, протсу успеет сбить его, если гумиху не будет пытаться улететь. Ну, ну, так, надо улететь, да, медиваком Мариков отдать, зачем я его там отдал? 59.46 по лимиту. 60.46 по лимиту. 60.46 по лимиту. Эти сталкеры здесь бесполезны, они ничего не сделают. Ну, по дефошке можно, да, пострелять. Но от этого толку нет никакого. Либератор пытается на мейн залететь. Так, перелетает факта. Никотин выработки инсулина мешает, нельзя курить перед едой, после еды. Даже если он мешает выработке инсулина, в чём я не уверен, как бы, вообще, то при чём здесь жирнение, потому что у тех же диабетиков, как бы, все, кого я знаю, наоборот, дохлые, как бы. Вот, но есть, говорят, что можно, наоборот, пополнять, как бы, диабета, да, но это меньше происходит. Поэтому это тоже, как бы, хз. Короче, неважно. Давайте игру смотреть. Для Гумихо решается, может он выйти или нет. Конечно, если он проигрывает, он не сможет. Я думал, что ему карту нельзя давать. Оказалось, что у Элайва 4.3, а не 4.20. Карту ему можно отдать было. Карту ему можно отдать. Ну что, идёт добивать Гумихо. 123, 114. Танчики Био есть. Хорошая пара филдов. Минус здесь 4 Марика. Минус Либератор. Вот этот же Иши хорошо. Начал бой же Иши очень даже бодренько и неплохо. Либератора выбил, по-моему, одного. Марика убил там несколько штучек. В сумме уже 3 Либератора погибло. Но не здесь, не 3 точно погибло. Есть Дарк один. Он идёт шатать. Но тут минус Дарк. Испарили его тираны просто. Пошёл в тим. Но это 1-1 очевидный, ребят. Тут как бы ничего не сделает уже. Крэй Диолета там ни при чём. Дарк один. Так, есть Дарк пытается шатать. Но тут как бы уже всё на самом деле. Скана, видимо, нет у Гумихо, поэтому он не может пока что просканить. Скоро энергия-то будет. Вот, пошёл скан, энергия появилась. Наконец-то Дарк ликвидирована. Оказывается, минки. Все юниты сюда идут. Дарки добавляются. Минка жахнула. Вот же Иши пишет ГГ. Так, я там вообще раскурочил просто всё вообще. У нас Гумихо. Так, инвайт пошёл, захожу. Всё. 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 Так. Всё. Всё. Продолжение следует... 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 Ну что, здесь сталкеры камни шатают, сбивают гумю хуап сервера, ребят. Что-то замолчало, здесь СС-3 уже готово, третий барак добавляется. Три танка успел гумю хуапа строить, сейчас барак на лабу полетит на факте, реактор для минок. Короче, минки либератора будут строить танчиков, все, три построил, больше не будет тиран добавлять уже их, в принципе. Здесь надо перелететь, либератор что-то прилетел, лайф вообще невнимательный, ой, этот не лайф, простите, Джи Иши не блинкается, не выбивает. Ну, экономика хорошая, лучше, надеюсь, лимит был в целом. Продолжение следует... Спасибо, Элюх, за то, что скинул. Я, кстати, хотел спросить, ты вообще здесь будешь потом? Потому что, если я сейчас запись поставлю в Home Story Cup, хорошо, чтобы кто-нибудь посмотрел бы, как она будет работать вообще. Так, зоммиград там что-то случилось. ИОЧП поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей и сообщает, спасибо за стримы. ИОЧП, спасибо телось, очень приятно, вообще неожиданно и приятно. Спасибо большое всем за поддержку, ребят. Месторождение минералов истощено. Что-то адово лагает, и это явно не я по пингу, судя. Так, адептики зашли. Что-то у Гумиха-то проблема. То есть, Джейши сейчас и сам не выйдет, и Гумиху жизнь подговняет, что ли, я чуть не понимаю. Адепты врываются. Хорошая битва со стороны процесса очень идет. 130 на 70, ребят. Не знаю, подрешали ли здесь лаги, но... Джейши минусует Гумиху. Прям группа сюрпризов какой-то. Джейши неплох, неплох. Джейши ГГ пищит Гумиху и лайф со статсом выйдут. Вот оно что здесь творится-то. Так, про плей-офф и старлайн. Сейчас с игроками, я говорил, обсуждение идет, на какие числа. Но хотим-ка на выходных на этих провести. Посмотрим, что из этого выйдет. Но на выходных гоф войска, как бы, и все дела. Поэтому нужно этот момент контролить. Самое главное. Так. Так, ребят, делаю стоп-старт. Сейчас вернусь к вам. Субтитры сделал DimaTorzok